Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Сыны Западной Армении Мурат Муратян. Вопросы армян Западной Армении. Швеция поддерживает дальнейшее сотрудничество Армении и Евросоюза Патрик Свенсон. В настоящее время в Баку находится 35 подтвержденных пленных, неофициальное число пленных – 80. Армянские беженцы и вынужденные переселенцы из Баку на Хедживан и Арцаха выступили с призывом. Казар Саркся – наследник царских из жестких родов Айкадзуны. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Сыны Западной Армении Мурат Мурадян. Мурат Мурадян родился в городе Кировакан. С 1970-х по 1980-е года учился в Кироваканской средней школе номер 29. В детстве Мурат занимался борьбой, учился играть на различных музыкальных инструментах. Собирал информацию, фотографии о геноциде, совершенном против армян, национально-освободительных движениях всех времен, составляя альбом. После окончания школы планировал поступить в военно-медицинскую академию Ленинграда и осуществить свою заветную мечту. Но уступив просьбе родителей, Мурат отказался от решения. В 1982-84 годах служил Советской Армии. В 1987 году поступил на факультет педиатрии Ириванско-государственного медицинского университета. С 1988 года член инициативной группы Арцарского движения медицинского института. В 1990 году с активистами организовал группы подготовки медиков-стрелков и выполнения боевых отрядов. Далее филиал Айказунер. В 1991 году вступил в добровольческий отряд Веркапа Никол Думан. До прекращения огня участвовал в самообороне и освободительных боях приграничных сел Армении и Арцаха. В 1996 году поступил на службу военно-медицинское управление Министерства обороны Армении в качестве заместителя начальника управления. Погиб 11 марта 1996 года при исполнении служебных обязанностей в приграничном районе Тавуша. 8 сентября в Ереванском государственном медицинском университете открылась аудитория имени врача Азотомартика Мурада Мурадяна. Средняя школа Джелизи Лорийской области Армении названа в честь Мурада Мурадяна. Вопросы армян с Западной Армении. Открытие хлеба – одно из семи рассветов человеческой цивилизации. Мысль об использовании в пищу злаков, выращенных в дикой природе, вероятно, возникла еще в середине каменного века. Сначала использовали сырое зерно, предварительно замачивая в воде, позже поджаривали, после чего измельчали. В этот период хлеб употреблялся в пищу в виде каши и жидкой пищи. Далее появился хлеб в виде блинов, выпекаемых на раскаленных камнях между глиняными дисками. В Армении испекали хлеб издавна. Первым, кто употребил хлеб в пище, были армяне. Археологические раскопки показали, что Армянское Нагоре является колыбелью цивилизации пшеницы. Армяне были первыми, выращивающие пшеницу в XII-XII тысячелетиях до нашей эры. Люди, которые жили и возделывали хлеб – это народ Армянского Нагоря, то есть армяне. Все это закреплено на петроглифах, где изображены арора, плуг и зерно. В Шенгавите и других местностях обнаружены стопки для измечения крупы. Это также свидетельствует, что на Армянском Нагоре дзавар готовили еще в период эннеолитта бронзового века. Предварительной обработкой крупы занимались исключительно армяне. Пшеницу замачивали, получали крупу, отваривали, высушивали, мололи, превращая в булхур. Дикие сорта пшеницы найдены на пшеничном поле Шор-Булаха Армении. Из семи чудес света, созданных руками человека, сохранилась только египетская пирамида Хеопса. Из древних зерен пшеничное поле Шер-Булах, которое на 5000 лет старше пирамиды Хеопса. Швеция решительно поддерживает миссию Евросоюза в Республике Армении и сотрудничество Армении с Евросоюзом. Как сообщает Армен Пресс, об этом в своем микроблоге в Твиттер написал поссор Швеции в Армении Патрик Свенсен, комментируя пост пресс-секретаря МИД Армении Ани Балаян, отметивший важные моменты партнерства Республики Армении и Евросоюз в связи с завершением председательства Швеции в Блоге. Посол поблагодарил спикера МИД Армении за указание важных пунктов в отношении к Евросоюз Армения. Швеция решительно поддерживает миссию Евросоюза в Армении и дальнейшее сотрудничество между Евросоюзом и Арменией, включая реализацию восточного партнерства и Сера, соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Расширение двустороннего сотрудничества между Швецией и Арменией остается неизменным. Подчеркну, двустороннее развитое сотрудничество между Свецией и Арменией продолжает оставаться прочным. Собеседник Гарапарак, представитель интересов армянских военнопленных в международных структурах, председатель Центра международного и сравнительного права Сирануш Саакян, ответил на вопрос о возможности возвращения пленных. Происходят определенные встречи, в том числе на уровне министров иностранных дел при посредничестве различных государств. Платформы в основном направлены на решение межгосударственных политических проблем, но они неизбежно затрагивают репатриацию пленных, поскольку пленные на самом деле являются заложниками и удерживаются с целью оказания давления на власти Армении. С другой стороны, власти Баку организовали неудачную диверсию на северной территории Армении, в результате чего двое диверсантов были арестованы. Понятно, что власти Баку заинтересованы в возвращении всех своих преступников, представляя их героями, поэтому на данном этапе они будут заинтересованы в репатриации ограниченного числа пленных в обмен на двух своих преступников. Думаю, в этой связи также проходит обсуждение и в случае осуществления надлежащего посредничества можно достичь определенных решений, но я не прогнозирую, что всех вернут. Правовые процессы протекают в нормальном русле. На данный момент они имеют более противовесное значение до принятия окончательных судебных актов, чтобы власти Баку не действовали в поле абсолютной безнаказанности и целесообразности. По словам Саакяна, на данный момент в Баку у нас 35 подтвержденных пленных, 26 из которых из группы Чхаберта. Количество неофициальных пленных составляет 80. По случаю 200-дневной блокады Арцаха, армянские беженцы и вынужденные переселенцы из Азербайджанской ССР на Хиджеваной республике Арцах выступили с призывом-сигналом. Заявление о вынужденных переселенцах указано. Власти Баку не только игнорируют призывы международных структур относительно снятия блокады Арцаха, в том числе юридически обязывающие решения Международного суда ООН от 22 февраля, согласно которому Баку должен восстановить бесперебойное движение по Бердзорской дороге, но и продолжает практику запугивания гражданского населения Арцаха. Ярким примером чего являются четыре жертвы с армянской стороны несколько дней назад. При этом Баку также грубо нарушает собственные обязательства, в том числе пункт 7 трехтороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Арцах и соседних регионов под эгидой ООН. Как и десятилетия назад, Баку продолжает последовательную политику депопуляции с применением угрозы и силы. В 1987-1992 годах в Азербайджанской ССР сотни тысяч армян также были лишены имущества и стали беженцами, что сопровождалось преступлениями, совершенными против армян, геноцидными акциями, погромами, организованными Баку. В результате этой политики армянское культурное наследие было преднамеренно и преступно уничтожено в Нахидживане, некогда населенного армянами, затем обезлюдившей. Арцаху также угрожает пример Нахидживана. Баку, воспользовавшись отсутствием осуждения со стороны международного сообщества, его преступлений, совершенных против армян и фактом отсутствия судебного расследования, с еще большей силой приступил к осуществлению политики армяна ненависти и преследования армян. В настоящее время ситуация крайне тяжелая. Исходя из вышесложенного, беженцы и вынуждены перемещенные лица требуют от международного сообщества, международных организаций и государств-партнеров разработать и предпринять действенные шаги, чтобы заставить Баку снять блокаду Арцаха, остановить гуманитарную катастрофу и выполнить решение, принятое международным судом ООН, поддерживать реализацию права на достойное, безопасное, добровольное возвращение всех армянских беженцев и вынужденных переселенцев, обеспечить безопасное, невредимое существование армянского культурного наследия в регионах, перешедших под контроль Баку, создать необходимые условия для предоставления компенсации за утраченное имущество беженцам и их потомкам и заставить Баку выполнить свои обязательства, наряду с политическими процессами усердно добиваться быстрого и беспрепятственного решения гуманитарных проблем. Переведем одну из свидетельств исключительного значения Казара Сарксяна, одного из наследников царских и жрецких сродов Айказуни. С начала борьбы храбрых и непоколебимых сосунцев и мужецев 1915 года, 7 месяцев народ Торона вел героические бои с самобороной, будучи почти невооруженными. С разбитым сердцем и выносимой болью разрукой с родиной, молодой армянин напоминает спустя годы миллионы своих соотечественников. В 1939 году в журнале Тороный Арцив номер 12, опубликовав дуржераздирающие воспоминания судьбоносных лет, представив эпизоды свободолюбивых армян и героического сопротивления защитников Сасуна. Воспоминания в сопровождении фотографий из личного архива нам представил внук автора Казар Сарксян Курмихер Айказуни, подчеркивая роль армянских гор, великую тайну горы Андок для Айказуни как место передачи национального учения. Полная статья доступна на нашем сайте. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять события, связанные с историей, настоящими и будущим нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. Из завершений новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении Врежа Осикяна. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok